У нас вот так вот со спортсменами, а у вас как спортсмены? Тоже так же. Как Ливона Копян стал Леоном Хартом? Ну это привычка такая в Германии, если ты не на стране, имя поменялось, чтобы можно было лучше заниматься маркетингом. Вот Ливона Копян это армянское имя, там трудно люди могут вспомнить. Вот так пришло, что надо было поменять, и так поменяли имя. Но тем не менее, когда мы с вами знакомились, вы сказали, что вас зовут именно Ливон. То есть когда вы общаетесь со своими близкими людьми, как вас называют? Ну меня близкие всегда называют Лев или Левом, так называют. Вот так это у нас привычка, так всегда кличка у каждого армяна есть. А так с друзьями меня всегда Ливоном называют. Честно говоря, когда я к вам подошла знакомиться для того, чтобы записать вот это интервью, я была удивлена, когда вы мне на русском языке стали отвечать. То есть откуда вы так хорошо знаете русский? Ну я поднялся в Армении. Мне было тогда 12 лет, когда мы с родителями уезжали в Германию, и там у меня друзья, большинство всегда русские были. А откуда вы переехали, из какого города? Из Армавира, из Армении. И там, и я еще в школе, когда петуром занимался, тоже там у меня, нам можно было еще язык выбирать. Я русский выбрал, и еще, ну так, научили еще больше. И у меня большинство, много друзей на коне еще до сих пор есть русские. И общение всегда, в Германии много живут, и по-русскому мне легко общаться. Ну вот только что прошло взвешивание. Я так понимаю, что вы не гоняли вес, новая весовая категория. Насколько комфортна она для вас? Очень комфортна. У меня раньше я так где-то 6-7 килограмм гонял вес, но сейчас так, в этот раз только 2 килограмм гонял. Я так обычно весю так 96-7, вес не обе 95, так себя самое лучшее чувство. Ну вот вспомните, пожалуйста, когда вам предложили этот поединок. За какое время, когда вам сказали имя соперника, что вы обсуждали с командой, сразу ли вы приняли этот бой? Я недавно боксовал, 28 октября, мой последний бой был. Мне надо был мой поезд континентальный, чтобы любить поезд защищать. И после боя, 4 дня назад, мне пришло это приглашение. И за это приглашение я жду уже 11 лет. 11 лет, да? Это моя мечта, за чемпиона мира боксовать. И я сказал, до вечера я вам ответил сразу. Я сразу менеджеру звонил, тренеру звонил, я получил, наконец, за чемпиона мира боксовать, я готов. Но когда вам сказали имя соперника Евгения Тищенко, вы про него знали до этого, как про боксера? Ну да, конечно, я знал, потому что он тоже на рейтинге стоит, на WBA. Он 10 номер, я 6 номер был. Хороший боксер, я знал, что он там полюбительский, выиграл то, что можно выиграть. Технически хороший боксер. Не могу, не хочу сейчас много чего сказать, где ему слабее место и сильнее место. Ну, с этим мы с тренером уточняли все. И на это у нас есть своя тактика. На это мы тренировали. На бою видно будет. В Германии вообще очень хорошо развит профессиональный бокс, там любят спортсменов. То есть, как вы считаете, вот этот переезд в Германию повлиял вот на то, каким вы стали сейчас, да? Каким вы стали спортсменом? И вообще, выбор, чем заниматься в жизни? Я в жизни никогда бы не думал, что я буду стать, когда-нибудь буду спортсменом стать, и тем более боксером. Как мы в Германии пришли, я начал в футбол играть, потому что у нас там в Германии самый любопытный спорт – это футбол. Я там 6 года играл и хорошо играл, очень хорошо играл, но когда-нибудь у меня там травма была. Я в 18 лет, когда я бросал футбол, и начал с боксом. Мой первый любительский бой был в 19 лет. И так я начал, и благодаря Германии я стал тот, который я сегодня стал. Для меня спорт не был только хобби, спорт для меня был больше, чем учеба. Я просто в школу ходил тогда, когда у меня строгий отец был, надо было ходить. А спорт для меня – это всегда жизнь. Это для меня все. Я спорт любил. Меня не заставили ходить, а я сам с собой ходил. И хотел всегда стать спортсменом, но не знаю, что буду боксером стать. Ну вот сейчас остается буквально два дня до вашего поединка. Даже один день уже остается до вашего поединка. Но вот расскажите, как вы подходите к этому моменту вообще? Что внутри, что чувствуете? Не знаю, может быть, волнение, наоборот, желание поскорее выйти в ринг. Вот что внутри сейчас происходит? Внутри я сейчас, в данный момент, очень спокойно. Я рад, что один короткий, как говорят, один день остался до моего самого большого боя на танечной моей карьеры. Я рад, что завтра будет. И я готов за этот бой. И думаю, что я и буду выиграть. Спасибо вам большое за то, что вы сейчас с нами пообщались. Ну тогда увидимся с вами и на взвешивании, ну и завтра на поединке. Спасибо. Спасибо. Спасибо.